Кому не спится, всем доброе утро. Жаворонок, Таня Жаворонок. Встала не пол седьмого, нет, я встала пять часов. На кухню зашла в пять тридцать. Что делала? Гормон, водичка, водичка с магнием, донат магния, литература. Не ютуб, литература была на кухне, здесь смотрела информацию, читала. Что сейчас делаю? Показываю. Первая чашечка кофе у меня со сливочками, сливок буквально три капельки. Твердого сыра вкусного не купила, есть, но не очень мне нравится, как бы для еды, для выпечки, да. Я буду сегодня готовить гезлеме, поэтому этот сыр будет для гезлеме. Сыр хороший, не сыроподобный продукт, но я бы хотела пармезановую группу, нету. Я взяла две чайные ложки творога, ну пусть одна десертная. Так, и пью кофе. И вот этот творог, как еда у меня до часу дня, 12 час дня. Продолжаем дальше, показываю, чем буду заниматься сейчас. Вот, пожалуйста, я уже приготовила все. Кофе пью, продукты приготовлены. Я буду делать морковку из сельдерей, вот кусочек сельдерея, по-корейски на маленькую терочку и заправлять точно так, как и морковку по-корейски. Ну, если кому нужно, я оставлю ссылочку, как всегда, в комментариях, морковка по-корейски. И вот я приготовила капусту еще, думаю, пошинковать капусту. И вот я в размышлении, кислую или салатную делать. Моя подруга, Мариночка, которая мне предложила беточки сельдерей, она говорит, Таня, так хорошо пошла у нас капуста салатная, целую баночку трехлитровую уже семья съела. Думаю, можно мне сделать салатную. И вот это я в раздумьях. Салатная это с уксусом с яблочным домашним. В раздумьях. Кислое, ну, это, само собой, будет обязательно. Но, я думаю, пока месть. Ну, сейчас буду заниматься морковкой и сердевичком. Сейчас вкусно заправлю. Натереть не сложно, нет. Нет, самое главное, вкусно заправить. Вкусно. Очень, очень вкусно получилось. Очень при очень. Вот это альтернатива. Картошки, макаронам, кашам, побольше вот такой морковки, вот такого салатика, побольше. Не 100 грамм. Я сейчас взвешу, я же на диете. Не будем педантами. Морковку мы не взвешиваем. Едим хорошую объемную тарелочку. Это наше насыщение. Почему? Потому что это плотные волокна. Это клетчатка. Это целлюлоза. Кстати, целлюлоза, это моторика кишечника. Хорошо работает наш кишечник. Нету запоров. Нету плохого холестерина. И потом, не забывайте, хороший отток желчи конкретно на целлюлозу, нерастворимую плетчатку. Ну и потом антиоксиданты, люди. Здесь и оливковое масло, здесь и чеснок, здесь вкусные перцы. У меня трех видов. Здесь у меня кориандр. Здесь у меня даже хмели-сунели. Здесь у меня уцху-сунели. Ух ты! У меня очень вкусно, мои хорошие. Так что не забывайте о таком продукте, как сельдерей и морковь. Морковь – это еда странеющих. Это насыщение. Ну все, молодец, Санечка. Я спокойна. Я спокойна. Еда есть. Бюджетно? Еще как бюджетно. Самое главное – не ленитесь. Готовьте. Мои хорошие, я приготовила морковку по-корейски, помыла вот эту миску. Помыла, потом так. Думаю, подожди, не нужно, чтобы она высыхала. Давай сейчас в этой мокрой миске, не пачкай посуду, давай замешивай тесто для гёзлы. Таня, думаю, точно, точно, точно. Давай, время есть. Это 6 секунд для меня. Полстакана муки. Ну, приблизительно, 75 грамм. Соль. Вода теплая немножко. Несколько грамм тоже, да. И буль, буквально, с бутылочки растительного масла. И вот я делаю такой комочек. Ну, добавится сюда еще немножко муки, потому что очень мягкое тесто получилось. Еще нужно добавить. И буду раскатывать сейчас на столе. Это делается 6 секунд. Самое главное – не лениться, люди. У меня сейчас будет лепешка и гызлы мэм. Правда, я не буду это есть сейчас. Нет, я приготовлю. У меня есть время. А потом разогрею своей электро-бутербродницей. Будет очень-очень вкусно. Тесто положила в пакетик. Ожидает тесто. Мою шпинат. Не отходя от кассы, миску не мыла от теста, а зачем. Порезала не очень крупно шпинат. Немного соли по вкусу. Перец, он просматривается у меня красный, да. Маленький кусочек сыра. Немного растительного масла. Оливковое у меня совсем немного. Все соединяю. Я не волшебник, но только учусь. Тесто должно быть тонкое-тонкое. Вот тоньше, чем на Наполеон. Смотрите. Видите, какое должно быть тесто. Учимся. Но получится. Вот у меня в руке кусочек сливочного масла. Я его режу на маленькие кусочки. И добавлю вот сейчас начинку. В Турции добавляется еще козий сыр. У меня нету козьего сыра. У меня коровий творог есть. Вот, пожалуйста. Правда? Кашу маслом не испортим. Гезлеме по-украински. Вот все по-людски, да? Вот это начинка. Бомба-ракета. Все. Все теперь формирую конвертиком. Красавица лепешечка. Сковородочка полностью сухая. Ничего не смазывается, разогревается. Нужно уловить еще силу огня. Огонь не должен быть очень большой. И не должен быть очень маленький. Лепешка не должна засушиваться. Но и сырая не должна быть. Лепешечка. Гезлемешечка должна смазаться сливочным маслом. Вот так берем кусочек сливочного масла. И тщательно, тщательно мы смазываем лепешку. Тогда будет вкусно. Сделай дело. Гуляй смело. Дома приготовлена еда с утреца. Все. Начинаем, начинаем, начинаем. Танечка начинает дышать, дышать, дышать. Классно, классно, классно. Общение и общение есть. Встретила своего одноклассника. Наверное, минут сорок общалась я с ним. Одноклассник. Ой, а здесь красота какая божественная, божественные люди. Дышим, занимаемся. Разгоняем метаболизм. Улучшается обмен веществ. Есть скрообращение. Не будет плохого холестерина. Ну все, погнали. Мои хорошие, вы только посмотрите сюда. Вы только посмотрите. Такие собачки. Вот эта маленькая, она ко мне подбежала, начала ласкаться. Вот, вот, вот. Я прошу, вот. Прошу человека рассказать о своих собачках. Немножко таксочка одна больше, а вторая маленькая. Я подумала, что это щеночек. Оказывается, нет. Расскажите нам, пожалуйста. Это щеночек, это кроличья такса. Ему уже полтора года. Кроличья такса, вот эта маленькая, да? Да, вот этот вот малюсенький с голубым ошейничком. Это взрослый, он уже не вырастет. Весит четыре с половиной килограмма. Ага. Вот, и это его максимум. Так. Он у меня с двух месяцев, поэтому он такой... Ух ты, молодец, молодец, молодец. На кого-то лает. Ой, молодец. Коржик у меня живет уже почти два года. Коржик. Вы услышали, какое имя у собачки? Коржик, хорошенькое имя. Да, да. Преимущество, когда это собака без родословной, можно назвать как угодно. Допустим, у младшего там нужно было обязательно на дж. Поэтому он джой. А Коржик это человек, ну, как говорится, собака без родословной, поэтому никаких требований к личке, поэтому его зовут так, как я захотела. Расскажите, пожалуйста, о собачке об этом. Это вы сказали немножко, она вот... Я его забрала из плохих условий. Он, ему было пять месяцев. Он был очень тощий, такой один скелет, весил 1,7 килограмм. Ага. Весь в гематомах. А-а-а! Молодец. В гематомах. Коржик. В гематомах побитый был? Конечно. А-а-а! Боже мой! Ну-ну. Поэтому у него недоверие к людям. Он на самом деле не злой, но из-за своего трудного детства он трусливый. И у него из-за этого агрессия страх. Вот. Ну, он не без... Такая история. Он не безнадежен, он уже адаптировался полностью. То есть, если нужно приучить конкретному человеку, это легко. Я его уже хорошо знаю. Я знаю его, скажем так, путь к сердцу. Поэтому, если нужно приучить конкретному человеку, чтобы он пускал домой, даже на ручки. Да, да. Приучить можно. Он абсолютно не безнадежен. Просто ему нужно время на то, чтобы поверить человеку. Как вы нам красиво рассказали о своих питомцах. Какая прелесть. Я так захотела сразу таксочку такую масенькую, хорошенькую. Так захотела. Сейчас я с вами пообщаюсь еще. Таксы чем хороши? С одной стороны, это маленькая собачка, которая занимает очень мало места, компактная, удобная. Но при этом есть что погладить. Допустим, если бы это был маленький Йорик или маленькая Чихуашка, то там как бы вся собачка, и даже погладить нечего. Знаете, как вот... Ух ты! Допустим, если взять цверк Пинчера, да, маленький? Да, да. Вот, они как бы такого же цвета, примерно такого же роста. Да. У них вот такусенькая головешка, и по сути, можно гладить одним пальчиком. Ага. А чем хороша такса, тем, что он маленький, но при этом можно всю... Головочка хорошенькая такая, да. Мордашка такая красивая, умняшка. Да, есть что обнять. Ой, спасибо вам большое. Мы на этой красивой нотке заканчиваем вот это маленькое, коротенькое, хорошенькое видео. Спасибо вам большое, девушка. Хорошенький, видишь? Ой, такой игрун, игрун. Ему полтора годика уже, да? Ой, такой Масик хорошенький, такой ласковый, такой прелесть. Мордашка такая хорошенькая. Ой, колесик, колесик. И ты, хорошенький. И ты, жалуется, жалуется. Ой, бедненький, на мордничке. Он хочет снять. Вот так хочет снять. Полесенький, жалуется. Катя, посмотри, какая прелесть. 12.40. Вот сейчас буду только есть. Практически у меня сегодня только три чашки кофе со сливками. Сливок по три капли. И одна десертная ложка творога. Я орешки даже сегодня не ела. Классно, да? Очень даже не голодная. Очень не голодная. У меня не было дома, только зашла в дом. Буду есть. Еда приготовлена. Едим по-царски, да? Но мы же еще худеем. Давайте посмотрим. На мой стол царский. Просто царский. Гезлемешка, смотрите. Вы только посмотрите, мои хорошие, сколько здесь внутри начинки. Творог просматривается, да? Тонкое-тонкое тесто. Тонкое-притонкое. Я разогрела гезлемешку в электро-бутерброднице. Повторно смазала еще немножко сливочным маслом сверху. Вот такая у меня лепешечка. Вкусная, аппетитная, тепленькая. Так, много клетчатки, видите, да? Белок здесь есть? Есть белок. Жиры здесь есть? Есть. Растительное, оливковое масло, сливочное масло. Очень даже здорово, да? Но кто-то скажет, это же все-таки мука первого сорта. Да. Ну, я не ем такие лепешки каждый день, через два дня, через три дня. Я взвешиваюсь. Я дружу с весами. Я знаю, я могу себе позволить. Вес 79 килограмм. 79-200. Ну, плюс, допустим, 200 грамм. 79-200, да? Для меня это капля моря, люди. Самое главное, что не 81-200. О, я в норме. Я в норме, да? Значит, что у меня еще есть? У меня, вот, пожалуйста, морковка, сельдерей по-корейски. Это хорошая плотная клетчатка. Это волокна. Волокна. Кто-то скажет, о, полезный витамин А. Нет, это бета-каротин. Витамин А, это совсем другое. Это ретинол. Другое. Это бета-каротин здесь, да? Как и в тыкве. Но это очень здорово. Это очень полезно. Морковка сырая. Сельдерей сырой. Здорово. Хорошие, плотные волокна. Вот это меня насыщает. Вот это мой гарнирчик, люди. Вот это мой гарнир. Большая порция. Не 100 грамм. Я на диете. За счет этой клетчатки. Мы едим с вами много клетчатки. У нас будет понижаться гликемический индекс вот этого продукта. Белой муки. То есть, вот эта мука не так скоро, быстро будет у нас усваиваться нашим организмом. Это хорошо. Это запоминать. Это правило. Побольше клетчатки. Так. Вот, пожалуйста. У меня еще ряженка. Ряженка. Здесь у меня на глаз все. Семя льна. Кунжут молотый на кофемолке. Клетчатка. Клетчатка. Семя льна. Это растворимая клетчатка. Она тоже расходится в на желудке и создается впечатление сытости. Растворимая клетчатка. Когель. И у меня отруби. Вот, пожалуйста. Финский нордик. Приблизительно десертная ложка. То есть, это у меня не каша. Нет. Не каша. Это жидкое у меня. Жидкое будет. Да. Питье. Не каша. Не ложкой буду есть. Нет. Только размешаю все ложкой. Вот. Жидкое. Ну, вот, пожалуйста. Вот, пожалуйста. Мои хорошие. Хочу напомнить всем. Клетчатка. Это лучше, чем... Я имею ввиду цельное, которое жуется. Это лучше для стройнеющих, чем смузи. Смузи. Так полезно. Смузи пьют люди. А мы должны с вами зубами жевать. Когда мы с вами жуем, у нас идет больше насыщение. Жевать нужно, чтобы в желудок попадали кусочки. Желудок – это комбайн. Он должен постоянно рубать, рубать, рубать. И потом напоминаю. Когда человек жует, у него развиваются клеточки головного мозга. Это правда хорошо? Ну, вот дети маленькие жуют яблочко, морковку. Ребенок развивается. А у нас так. Только человек в возрасте, так, тебе надо жидкую пищу. Каша должна быть глызила. Она не жуется. Папа, мама, глотайте. Берите столовую ложку и глотайте. И человек тупеет в возрасте. Он прекращает жевать. Все жидкое. Суп жидкий, каша жидкая. Поэтому жуем, люди. Жуем, не забываем. Все. Вот это мое насыщение. Когда буду есть, ну, приблизительно к пяти часам. К пяти часам. Четыре с половиной часа я буду точно без еды. Обалдеть. Как у меня вкусно. Герзуэмэ. Морковка по-корейски, сельдерей. И ряженка с отрубями и семенем льна. Супер еда. Красота. Здоровенький былы. Всем доброго дня. Всем доброго времени суток. Самому-самому шикарному. Самому уважаемому сообществу. Физкульт привет. Мои хорошие. Я приветствую всех вас на своем YouTube-канале. Добро пожаловать. Общаемся. Мы с вами только о похудении. Мы с вами только о стройности. Мы с вами о мотивации, конечно. Мы с вами о питании, о движении. Мы с вами о жизни. Мои хорошие. Я стараюсь показывать, да, свои пробежки. Но пусть я не показываю свои упражнения. Но я же не буду показывать каждый день одно и то же, да. Но я вот показываю свою дорогу, да, чтобы все видели. Таня пошла, Таня пошла заниматься. Смотри, вот она идет. Я занимаюсь еще как занимаюсь. Я с собой там, знаете, не буду это нежно. Нежно мы знаем, где и как и с кем, да. Мы знаем. А с собой лично нет. Давай быстренько, давай встала. Я какая-то залепок что-то. Таня, не придумывай. Давай туда-сюда. Сейчас походила и выйдешь. Вот вышла, да. И вы знаете, я выхожу на улицу. Я прихожу домой. Кажется, вот хочу уединиться. Хочу позаниматься. Не получается, люди. Встретила сегодня одноклассника. С первого класса с ним занималась. Отстали. Ля-ля-ля-ля-ля. Единомышленники. Все, все одинаково у нас. Точно, точно, точно. Так. Потом иду дальше. Я вам показала, да. Человек выгуливал своих животных, собачки. Такие милые, такие хорошенькие. Ну, то есть общение, общение. Прихожу домой, мне язык уже здесь висит. Уже столько наобщаюсь, столько наобщаюсь. Мне очень даже не скучно. Мне очень даже классно. А на рынке? А на рынке сколько у меня общения? Сколько у меня знакомых на рынке, которые работают люди, да. Что купить, что предложите? А я вам посоветую. Ну, то есть пообщался, да. И еду тоже показываю, да. Утром встаю. Кто о чем, да. Кто-то будет валяться до полобеда, да. Я огонь. Я с утра приготовлю. У меня день должен быть свободный. Я не буду заполнять свой день, допустим, какой-то готовкой. Ну, вот если там я хочу для людей показать, это одно. А так я всегда с утра себе что-то буду делать. Я день заполняю другим совсем. Я не буду в 6 часов вечера варить борщ. Никогда в жизни. Никогда. Борщ варится только с утра. Только с утра. Значит так. Питание тоже показываю вам, да. Показала, рассказала. Не буду напоминать, не буду напоминать. Ну, то есть у меня похудение мое, удержание веса. Это и движение каждый день, каждый день. Это резерв моего здоровья, люди. Это резерв не только вот метаболизм, обмен веществ, похудение. Это резерв моего здоровья. Иди, чахлая не будешь. Выходи быстро, давай. Дыши, двигайся, давай саночку быстро. Что-то нагнулось, Таня, нагнулось вроде бы, да. Выпрямилась. Давай, пошла быстро, ровненько. Да, вот так себе делают, да. А там где-то прохожу какое-то стекло, тоже так ровненько. Ровненько прошла быстро. Вот так я с тобой, да. О, кстати, мне были написали, там один комментарий был такой. Ну, хорошо вот не кашлять, не простуживаться, если дома сидите. А если в транспорте ездите с людьми. Да шо вы говорите? Это будете рассказывать, знаете, кому? В 59 лет я работала в центре города Киева до этой модной болезни. В центре. Я всем людям показывала. Утром пробежка до работы. И в центр. Транспорт, метро, переход. Потому что мне нужно туда выше немножко, на Львовскую площадь. Я пешком шла, пешком. А вы мне будете рассказывать. Я всю жизнь пахала. Я не работала, я пахала. Я говорю, если бы я была где-то, может быть, в какой-то такой стране, другой, я, наверное, была бы уже миллионершей. Потому что пахать вот так всю жизнь. Понятно? Поэтому это не ко мне. Это не по адресу. Вы дома сидите, вы не болеете. До сейчас же. Я перед работой в 59 лет наматывала 4500 каждое утро. Перед работой. Работала в центре. Шла по городу. Три километра туда выходила специально с транспорта. Назад три километра. На работе не сидела дупой. Я могла только присесть на 10 минут, выпить кофе. Я работала. Понятно? Не консьержкой. Нет. Работала в центре, общалась. Поэтому мое движение, мой образ жизни, это мое здоровье. Это резерв моего здоровья. Понятно? Вот так. Ну, хорошо. Так, мои хорошие. Ну, дальше. Дальше. Будем дальше общаться с вами. Да, жестко, жестко. Да, не жестко. А просто я рассказываю, как и есть. Я не буду это. Вы знаете. Вот я так трудилась. Нет. Я пахала. Я даже не трудилась. Так. Ну, хорошо. Значит, мои хорошие. Да, мне еще люди пишут. Таня, дайте, пожалуйста, автора книги «Щитовидная железа». Чтоб вы жили сто лет. Ей же на ютюбе известный эндокринолог. Мне там пишут. Такая-такая-то. Классная. Ну, так у нее спросите. Она вам все подскажет. Вам автором нужно? Вот авторы. Вам какого автора называть? Какого, а? Вот. Какого вам автора? Благосклонная, Бабенко, Красильникова. Книгам по 50 лет здесь уже. Литература у меня. По «Щитовидке». Я же не в ютюбе сижу. Пасусь, а я не в ютюбе. Я постоянно говорю, у меня источники, у меня джерела, джерела. Я вот здесь конспекты делаю, подчеркиваю, выписываю, читаю, повторяю. Вот. Вот это только по «Щитовидке» у меня литературка. Если бы я была такая умная до «Щитовидки», она бы у меня была на месте. Никто никогда мне не подсказал, у тебя неестественная полнота какая-то. Чего тебя так поперло, а? Никто никогда. Я же спортсменка, я волейболистка. Даже если я что-то могла съесть, так и отрабатывала тысячу раз. У меня три операции с ногой и мешок картошки 50 килограмм. Я легко заносила наверх. Сама. А муж мой задыхался. Сидел на скамейке и курил сигаретку. Вышел с машины, курил сигаретку, ему тяжело дышать. А Таня, Коля, пидай мне, не клубочок. И я погнала на четвертый этаж. Понятно? Таня сидела. У Тани такая фазенда была. Таня так «арбайтен, арбайтен, арбайтен». О! А вы мне рассказываете. Дайте автора. Это вам не ширпотреб. Это инпошир. Таня в источниках. Информацию вам дает с источником. Все время говорю, я не буду слушать, копировать какого-то эндокринолога. Или какую-то невролога какого-то копировать. О! Она сказала, я сейчас повторю. Нет. Я вот когда их смотрю, думаю, ну точно. Это меня скопировали, наверное. Ну точно. Ну точно моя тема. И сразу как-то так спецом получается. Или как. Только я. Проходит пару дней там такая тема. Ну, более расширенно человек видел, потому что он все-таки врач. Знает медицинские термины. А у меня на примерах. А у меня доступнее. Да. Ну так вот. Ну так вот. Ну давайте сейчас о щитовидной железе немножко. У нас такой комментарий сегодня, люди. Я хочу конкретно сейчас из этого комментария, с этого комментария начать с вами общаться. Так, серьезная тема у нас. Щитовидная железа, эндокринология. Я когда-то не могла выговорить это слово. Это не моя тема была. Я не хотела всем пропускать эту мысль. Вообще, что это такое? Где она находится, эта щитовидная железа? И вот так. Вот так получилось в жизни. Поэтому никогда не говорите никогда. Кто-то скажет, может быть, много темы о щитовидной железе. Я уже сама говорю, надо похудение. У меня когда похудение, Таня. А потом говорю, ну все, заканчиваем эту тему, щитовидка. Да, а потом, Таня, никогда не говори никогда. Все. Правильно, люди? Правильно? Ну хорошо. Давайте сейчас прочитаем основной комментарий сегодняшний. Мои хорошие. Помните, я говорила, что был комментарий. Он исчез. Я почему-то посчитала, что человек убрал комментарий. Но этот человек, Лариса, по имени Лариса, написала, что она не убирала комментарий. Это YouTube, видно, как-то убрал. Чистит бывает YouTube комментарий. Да, я говорю, пожалуйста, я написала, сделайте повтор этого комментария. Я хочу прочитать всем людям. Люди должны услышать. Это изменит людей по-другому относиться к себе. И вот человек написал повторно этот комментарий. Слушаем все. Значит, комментарии будут на украинском языке. Я буду частично переводить, чтобы люди все понимали. Доброго вечера, Тетяна. Тетяна – это рядом район, где я занимаюсь спортом. Мне завжды приемно дивиться видосы к каналу. Я в захвате. Мне очень нравятся ваши видео. Мне очень нравятся ваши тренировки. Мне нравится красивая природа. Ваш оптимизм. В такие тяжкие часы. В такое тяжелое время. Да. Время страшно тяжелое. Люди так выбивают, бывает. Так выбивают. Людочка Степанкевич говорит, Люда, выбиваю сегодня транквилизатор. Выбивает. Но с вами хочу общаться и держать себя в руках. Я завжды вас дуже уважно слухаю. Можно сказать, впитываю таку коростную информацию и життєві пораду. Я впитываю, как губка. Все, все хорошее, все полезное. И коли моя любима невістка останні два роки після народження другої дитини стала часто жалитись на здоров'я, и когда моя невесточка, любимая, последние два года после рождения ребенка второго часто начала жаловаться на здоров'я, постоянная усталость у нее была, постоянно что-то мешало в горле, вроде бы хочется откашлять, и утром отечность лица, набрик и ублыча, то, вспомнивши ваши лекции, люди, у меня лекции, как приятно, то, вспомнивши ваши лекции, я подозрила, я заподозрила, заподозрила, что в ней погано працюет щитовидка. Мама поняла, что с невесточкой лекции отправили ее до кардиолога. Вы таки чули? Лекарей отправили ее до кардиолога. Здала анализы на 6 тысяч гривен. Обалдеть. Еще немножко, и будет 200 долларов. Анализы только. Зачем, спрашиваются, да? Выписали пигулки, а ей не краще? Ну, то есть, выписали таблетки, сдала почти на 200 долларов анализы, да? Кучу таблеток. А человеку не лучшее. Зачем это все? Зачем? Вы, медики, не по том пути идете. Дальше. Зная свою Оксану, что завжди в тренажерном зале была, ходила раньше, завжди была активна, ну, то есть, тренажерка активная. А це щось в 39 років не те. Мама смотрит. Не то, 39 лет. Что с тобой? Что случилось? Внимательно. Я уболтала. Сдать ее ТТГ. Вы представляете? Она прошла этап. Медиков. Вынос денег. 200 долларов почти. 200 долларов для Украины это целое состояние, люди. Мы ж не Европа. Мы Украина. 200 долларов. Таблетки. Для нас это дорого. Я уболтала. Мама после моих видео уболтала невестку. Сделала ТТГ. Результат 5,9. И я ей повыла до практикующего эндокринолога в лекарню на Петра Запорожца. Петра Запорожца рядом со мной. Это больница. Это кафедра эндокринологии. Мне делали здесь операцию. Тоже на Петра Запорожца. Там практикующие врачи не просто в поликлинике от фонаря. Зрубили УЗИ. Там делают УЗИ. Запорожца. Совет всем. На четвертый этаж. Маршируйте все в эндокринологию. Обходите стороной поликлиники. Прямо туда. Договоритесь с врачом. Вас посмотрят на УЗИ. Только перед этим желательно анализ сделать. С кровью идите. И вам посоветуют компетентные медики. Практики. Зрубили УЗИ потім біопсию з вузлика. И выявили початковую стадию раку. Вже выдали щитовидку. То есть сделали операцию. И чекаем на радиооблучение. Я щиро дякую вам від цієї нашої родины. Я благодарна вам от цієї нашей семьи. В першу чергу від онуків, яким потрібно здорова мама. Ви вратували всіх нас. Нам нужна здорова мама. Ви спасли нашу семью. Ну, как спасла? Я только натолкнула человека обратить конкретно вот на этот орган внимания. Я постоянно об этом говорю. Люди, как здорово, да? Человек меня услышал. Я же не врач. Я никому не прописывала таблетки, правда? Немножко пугаю. Правильно делаю. Вам врачи. Не скажу то, что я скажу. Никогда. Сейчас вам кое-что хочу зачитать еще. Вам тоже этого не скажут. Почему не говорят? Не потому, что не хотят, они не знают. Если человек знает, он всегда ответит. Не знают. Ну, вот такой замечательный комментарий. Правда? Конец положительный. Все хорошо у человека. Все хорошо. Я не буду об этом заболевании. Это совсем другое. Рак совсем другое. Все это. Это не метастаза. Нет. Это совсем другое. Будешь жить и здравствовать. Но сам факт. Благодаря маме уяснили, нашли правильный диагноз. А то мы царство, как же кажут у нас в Украине. Люди теняются туды, туды, анализы, пигулки, таблетки. Зачем это надо? Тут конкретно, конкретно. Лариса, мы все вас поздравляем. Ваши невесточки привет от нас. Все хорошо будет. Все будет здорово. Здорово все будет. Хороший комментарий. Человек написал, поблагодарил, как бы, да. Ну, приятно, приятно, да. Приятно, правда, люди? Правда? А теперь слушайте сюда. Слушайте сюда, как говорят у нас в Одессе, да. Муж моей сестры родной, мне тогда было лет 15-16, плохо себя чувствовал, ужасно, похудел, страшно, ничего не ел. Лидочка, мою сестру звали Лидочка, она стояла на кухоньке, брала передничек и плакала передничек. Ну, все, Коле сказали самый плохой диагноз. Тому ж моей сестры. И на Запорожце в этой больнице работал тогда профессор Степаненко, его все знают. Это светило. А тогда не было еще УЗИ, никто не сдавал эти анализы, ТТГ, кровь. Не было этого тогда, мне лет 14-15 было. И когда Колечку привезли к этому доктору, к профессору Степаненко, он пропальпировал вот здесь шею. И знаете, что он сказал? Так просто. Сынок, будешь жити зло по тебе, завтра операция. Вы поняли? А эти тупоголовые по этапу пускают человека кучу анализов, мозги, мозги не включают, потому что их нету. Черепные коробки пустые. Вы понимаете, а? Можно посмотреть на состояние человека, если ты врач. Маска, лицо маска, отечность какая-то, взгляд какой-то, человек заметит, сиплась голоса, услышит. Нет, сдайте анализы, купите таблетки. Короче, вы поняли, да, по выражению лица? Без комментариев, да? А человек, специалист настоящий, сынок, пальчиками, завтра операция, тебе зоб, и дуже тяжкий буде. Вырезали полтора килограмма щитовидной железы за грудиный зоб, вниз опустился, вот туда. Полтора килограмма. Понятно? Значит, Ларисину невесточку кардиологу посылали, да, отсылали. Вот сейчас вам хочу прочитать. Такой факт для всех, потому что каждый может столкнуться. У многих есть узлы, у меня тоже был узловой зоб, тиреотоксикоз был у меня, да, узловой зоб. Значит, первые такие симптомы, внимательно слушайте, а то вас пошлют, тоже кардиологу отправят, пошлют, отправят. Сердцебиение, нарушение ритма, сердечная недостаточность, тяжелое течение стенокардии. Понятно? Ну, людям собираются операции делать уже на сердце. Понятно? Я лично проходила эхо сердце, потому что было мне очень плохо. На работе говорили все, о, слышен пумпан, пумпан. Таня пьет пумпан, потому что уже все, что-то у сердца у Тани. Давление 200-300 чего? Давление это сердечно-сосудистая система давления, да? Работа сердечно-сосудистой системы, сердце, давление зависит от работы щитовидной железы. Понятно? Все. Все. Поэтому следите, а то вас тоже могут отправить по этапу. Что еще хотела прочитать? Ну вот еще, кто-то мне писал, а не менее рук, пальцы, вы не подскажете, что это, да? Ну пойдете к неврологу какому-то или куда-то еще вам скажут, как у вас позвоночник, подам. Оказывается, отек тканей вызывает сдавливание нервов. Отсюда, кстати, возникает характерное ощущение а не менее пальцев. Понятно? А не менее рук. Обалдеть. Из-за отека тканей при гипотиреозе поражаются и органы чувств. Пациенты жалуются врачу на расстройство зрения, снижение слуха. Звон в ушах у кого там? Звон в ушах, да? Не важно, сколько вам лет. Гипотиреоз в разном возрасте. Оказывается, есть врожденный гипотиреоз. И когда ребеночек рождается с большим весом 4 килограмма, это очень плохо. Это врожденный гипотиреоз. Там нужно следить за этим. Врачам это не нравится. Во всяком случае, раньше не нравилось. Сейчас они не врачи вообще. Ну вот. Храп во сне, голос у них становится низкий, хриплый. Это у меня, я же не могла разговаривать уже. Ну вот такие симптомы вообще. Нарушение жирового обмена способствует накоплению холестерина. Понятно? хромота у человека, перемеживающаяся хромота. Неожиданно острая боль в ногах при ходьбе, которую вызывают недостаточное обеспечение мышц нижних конечностей кислородом. Со временем появляется резкая боль за грудиной. тяжелое тяжелое дыхание при ходьбе, подъем по лестнице. Возникают симптомы ишемической болезни сердца, сердечно-сосудистой недостаточности. все. Я всем все прочитала. я постоянно беру книги, вот постоянно я беру свои книги, здесь книги по 50 лет им уже. Я покупала на рынке книжный рынок, я ходила, где литература продается. Гоу! Ищите такие рынки, ищите. Хотите, чтобы так на блюдечке с золотой каемочкой, да? Ищите. Каждый для себя находить информацию, только наталкиваю, ищите. Я наталкиваю только. Ну, вот, кажется, по счетовидке то, что я сегодня хотела сказать, рассказать, я рассказал. Вообще, человек написал, люди, услышьте этот комментарий, услышьте. Мои хорошие, есть комментарии, я не поставила сердечко. Если вы не получили сердечко, я держу ваш комментарий, я хочу очень прочитать. Зоечка, я ваш комментарий очень хочу прочитать всем. Тема есть, ваш комментарий есть, тема есть, хорошая тема. Есть еще комментарии, я не ответила, обязательно отвечу вам. Скорее всего, завтра. Королевства мало, разгуляться негде. Мои хорошие, вы внимательно все прослушали, все. У меня не лекции, нет, у меня просто советы. У меня просто передача от всей души, все так просто, нужно только научиться прислушиваться к своему организму. Прислушивайтесь, не доверяйте себя никому. Мы себе сами и доктора, и премьер-министры. Всем желаю Божьего чуда. Божьего чуда. И до встречи. Дальше будет.